девочки всем привет у нас лето самом разгаре но не так жарко как было вот ночью фокус не ловишь что ли ну в общем не так жарко такси приехала мы едем на дачу да в общем что хочу сказать девчонки отстиралась все отстирались сиденья отмылись машинка чистая да потому что были прям подтеки ну прям я видела разводы подтеки а здесь часто чистенько он бы подмигнул девочки вы видели ну-ка повторить это нервный тик или ты медленно моргаешь а извините поехали девочки сейчас перед даче заедем в одно место там скажу в какое охладил нормально я открыла дверь да слушайте помылась не стала даже сушить волосы вот они меня прилизанные но у меня есть фаберликовское масло вам его показывал еще покажу девчонки прямо ну знаете она не заканчивается еще но я прямо уже хочу еще одну заказать у меня волосы пористые после вот покраски да и она прямо закрывает поры так нормально и не жирнит и не утяжеляет вот прям не забыть бы с вами поделиться каждый раз после мытья пользуюсь на влажные волосы если феном сушу то все равно закрывается ну прям классно вернее наоборот фен понятно закрывает а если не это пристёгивать девочки пристёгиваю теперь мы выехали на нормальную дорогу вот красиво ладно поехали и девочки деревья красивые да вообще так зелено и вот представлять как красиво будет когда будет осень вообще будет прям класс и березки тут всякие разные они поэтому будет вообще очень красиво и весной красивой летом прям обожаю когда вот так вот зелено скверы но не скверы а такие тротуары по бокам деревья вообще мне очень нравится приехали на новосельскую семейный магнит короче сто лет назад здесь было здесь за магнитом раньше вера жила вот а мы сюда приехали слушайте знаете зачем мы сюда приехали для душа чтобы сделать каркас душа да бак у нас есть лёша я вообще предлагала деревянный полностью сделать на деревяшки тоже дорогие сейчас но он сказал я хочу сделать металлический каркас чтобы он был прямо устойчивый все такое в общем он смотрел сколько стоит новые 400 рублей метр девочки метр 400 рублей если учесть то что по моему 100 с копейками вообще с копейками в прошлом году мы на забор делали вот я не предложила говорю посмотрели бушные вот он сказал где-то здесь но нужно выбирать 30 рублей килограмм стоит а вот у нас нет у нас есть бушные но они не подходят то есть мы их там для другого будем использовать короче все пипец как дорого просто я вчера в ленте смотрела хлеб девочки хлеб столько стоит просто 80 рублей 90 рублей такой который стоил 40 я думаю ну нифига себе да и овощи тоже дорогие у меня есть одна свеклина давно купила ее давно я уже давно за пожалуйста потише у кого-то громко уже давно бы выбросила ее вот при другом раскладе я бы она немножечко так помялась ну чтобы не валялась холодильнике давно выбросила нет девочки я хочу сварить больше как раз она не сильно большая плюс ее щитится ну арсене как бы не рекомендуется больше но с другой странный когда врач говорила что ну я говорю больше нельзя нагреты больше нагульного как же она но иногда если он не ядрена красный вот негалимая свекла да вот прямо вот допустим тупо свеклу давать нельзя а так вот в борще ну как бы ничего страшного и мы давно не варил я борщ хочу безумно борщ девочки вот а еще холодный хочу больше да вот так что короче это свеклина у меня лежит я ее берегу жду когда она совсем сморщится и мне не жалко будет ее выбросить но я ее покупала еще тогда ну она недорогая была так что вот ладно в общем стоим ждем лёшу что он там скажет а потом нам сейчас мы аксон проезжали вот на обратном пути надо будет еще в аксон заехать что он сказал меня как бесит провода в нашей спальне которые висят где телевизор должен висеть розетки надо а я ему сказал что нужны еще кисточки и валик покрасить меня на даче в кухне два шкафа а еще блин все хочу покрасить пол на даче вот прям хочу с одной стороны когда мы будем полу в этой квартире менять я линолеум хочу туда в дом да потому что как раз хватит и если даже будет когда пристройка тоже на попасть или с одной стороны с другой стороны не так бесит этот пол вот если мы с диван не складываем вот прям вот поэтому вот место хотя бы покрасить видимые части ну можно в принципе у вас ложите пока чтобы не выносить главное ничего это ну зато она будет совсем другой вид меня прям нервирует девочки я не понимаю почему вы мне этого еще не пишите что типа пол надо покрасить я сама знаю девчонки я сама знаю и вообще по поводу штор что мне написали оксан повесь шторы длинную на видимое место а короткую за кровать а у меня висят сейчас две короткие я не могла повесить я естественно длинную сняла я не могла повесить так чтобы одна была такая другая такая нет в принципе я даже думаю может быть все таки подшить и оставить эти короткие на какое-то время если уж меня сильно как-то это будет напрягать тогда следующем году сделай две длинные когда ну в следующем не в следующем вот не знаю девочки мой перфекционизм не дает мне покоя серьезно мне нужно чтобы мне нравилось очень не просто мне нравилось ну мне нравится да как сейчас получил а и ночью а мне написали что оксана не заморачивайся ты из-за мелочей так заморать не усложняй себе жизнь я и так отпустила когда у меня дети один за другим родились я и так много чего отпустила много на что не стала обращать внимание а какие-то мелочи вот в деталях у меня прямо я канал создавала оформляла полгода девчонки половине мне надо было я сама шапку делала чтобы не самой на хотя я могла заплатить чтобы мне эту шапку сделали дают превьюшку где вот воронина лайф мне надо было самой и так как я хочу и чтобы мне нравилось поэтому да девочки но я намного и закрываю глаза уже я я не загоняюсь сильно я отпускаю ситуацию поэтому вот даже полы покрасить на даче частично понимаете это для меня как бы лучше вообще никак не красить я сейчас понимаю что мне вот и приятнее будет и мыть как мальчишки говорят когда я коврики постелила там же вот у дивана плед с кресла до покрывала она короткая и есть промежуток пола и еще в другом месте и кто же спросил федя что ли спросил мам говорит а сюда наступать можно но то что грязно понимаете ну а там не грязно там стёрт пол а еще сегодня арсению значит омлет жарила яичницу без молока просто сболтал так хорошо получилось я переворачивала вот это прямо последние яйца зарасходовала сами не ели с лёшей а вот и и значит что хотел сказать стояла тарелка вчерашняя тарелка а что было в этой тарелке в оранжевый вчера арсений короче неважно она у меня осталось на столе стоять айлёша идет сейчас бы договорю подожди две секунды договорю но нет а заходи садись осталось стоит на столе и он видел это и я видела и то есть я ему в эту тарелку положила но я ее помыла короче сполоснула вытерла и положил в эту тарелку и когда арсений ел он гальман а ты тарелку помыла ну типа она она не была грязная девочки но мне что-то лежало ну то есть что-то в ней было не знаю что не буду врать раз она стояла на столе значит где что-то было говорить на две трубы 800 рублей он отдаст а трубы трехметровые двухметровых двухметровые приличные нормально 50 на 50 нет они не сильно позорные но не убитые все украсить надо но они не убит нет даже грунтованные помогу но раз надо значит не дешевле шел сейчас оплатит и нас отвезет на дачу ну потому что здесь сейчас просто все перепачкаете все и приедет это недалеко ну как недалеко блин девочки недалеко естественно все это бензин но недалеко что ну да ему надо железные палки эти забрать ну вот видите получается что новых 400 рублей метр а здесь получается за две штуки это за 4 метра получится 800 рублей ну а что что делать ничего не сделаешь нам как бы иду что нужен все делать встает в этом все девчонки дорого прямо пипец членую всем прекрасно все знаете еще ждем лошадь удачника а ну поняла ну понятно если там ранку у тебя во федя сел той болтай машин так много вообще чтобы машина быстро не ехала здесь же людей много ходит помнишь пойдем ели я девочки в сланцах хожу да я не собиралась никуда но пол для пол для краски слышите я могу сказать мыло пол ой пыла мол вот краска для пола само мне надо посмотреть так здесь же хорошо ну нет душновато но по сравнению с улицей конечно хорошо пойдем мальчишки арсений слезай мы не по и не будем брать ее ну и сиди здесь а мы пошли а там внизу на полу механизм и когда подходишь наступаешь на него и получается что ну они открываются как двери в магазинах поблестит ага девушка поблестит поблестит это просто он а почему лишь поблестит шлифованный а это что за материал он орать не будет а я я на расстоянии что за материал а для красоты он блестит не надо не надо не надо не надо не надо пойдемте некогда короче девушки лежит вот в валики вон там кисточки выбирай я в валиках нифига не понимаю посмотрите от него так цена нравится 4 рубля но это вот эта насадка в общем взяла 2 кисточки потому что у меня помощники будет а вот себе такую нейлоновая или с чего она не знаю такая шелковая хорошая 60 чем-то рублей самая дешевая 50 вся чем-то на 10 рублей дороже в общем ну чтобы мне поудобнее было знаете что сейчас думаю а где они не надо не подпрыгивать а вон арсений светильники хочу посмотреть я уже смирилась что нам не надо но посмотреть все равно хочу а где они дам а только наверное это будет не сегодня мне так кажется знаю потому что мне нужно суп сварить блин девчонки чё чё эту плюс то и скажите светильники там обои так где-то они ведь есть а краску для пола ладно я конечно лучше светильники все выйди пожалуйста оттуда сынок ну можешь походить посмотреть только руками не трогай ничего хотя не понимаю почему не трогать руками все же нервничают вот я допустим себе буду кухни заказывать да вообще когда ко мне приходили в магазин заказывать кухню или что-либо я всем позволяла трогать почему потому что ну в смысле не трогать раскрывать ящики нужно там посмотреть дети также будут дома если нафиг чем-то отвалится ну то есть я считаю что это нормально а не хочу даже смотреть девчонки что ну сходи попробуй десятильники нету светильников сил уселся классно кстати а сколько он стоит на много места занимает и не надо не это уже тяжело будет залезть нет это это не нужно потому что здесь все ведь слезай девочки это нормально это нормально потому что как покупать ну надо вот не собираемся покупать а возьмем ноги убирай быстро не просто же на них смотреть до выставочные образцы вообще в дальнейшем должны продаваться со скидками не знаю делаются тут скидки или не делаются звали ты меня мне кажется потерял нет слушайте ценовку хочу на дачу на кухню я мочи хочу но то что она на этом показывала ой какой прикольный на рынке на центральном он короткий слезайте все хватит какой прикольно прикольный нет неудобный без подушечек неудобно скрипит арсю слезай пожалуйста не надо федя нет это уже нет смотри сейчас свалится этот олень ножка свалится и ты свалишься вместе с оленем а ты это зачем взял скажи мне пожалуйста это попадал прикольно прикольно только место конечно вот тоже прикольно да такой 10000 а девочки я вчера я вчера в леруа мерлин смотрела эти белые стулья на сайте они там есть 440 рублей стоит стал отзывы читать что они все ломаются и я так ну увеличила посмотрела получше там на самом деле тонкий пластик вот что у нас синий стул на даче он такой крепенький на него садишь нормально я помню где-то садилась на стул на какой-то он такой слабый прямые ножки подкашиваются то есть короче пошла в озон на зон на зон и до этого я там смотрела эти стулья они там были нету белых нашла в одном месте знаете сколько стоит 800 лишним рублей хотя до этого были на озоне по 600 вот если по 600 там пластик уже хороший ну чуть дороже надо сделать и соответственно цена будет лучше там правильно одна написала на 150 дороже ну и и чтоб качество получше было а так одноразовые смысл их вообще мальчики пойдемте вон уже папа где смотрите у него руки-то сильные он даже не прикоснулся он как на козла запрыгнул на него понимаете а этот нет он не сможет но он тяжелый арсений не бегаем не бегаем нет 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 а чё фиг федя все это последний раз что вы с нами пришли все отрезаем вот девочки мне на дачу вот эта штука нравится вот прям нравится и причем она я не знаю что это такое блин господи ну типа синтетический коврик но он тоненький и легкий и плотный вот прямо все прямо подход вообще нравится расцветка нравится слушайте сколько стоит и сцены такие цены ковер прямоугольный прямоугольный они все короче прямоугольные мне прямо надо кого-то позвать метр на два метр десять на 7 она 1 и 7 ну цена конечно но я не готова и она авито смотрела ну и не знаю я не готова так потратиться вот этот ничего но вот на вот этот менее марки и прямо такой дачные девчонки я прям вижу как я по нему хожу надо узнать сколько он стоит мне надо кого-нибудь найти а кого мне найти консультанта вон бежит прячется короче девочки если я не дурак смотрите 73 96 48 и размер у него не видит не понимаю какой размер потому что вверх ногами смотрю ну лан 73 96 48 девочки смотрите 73 96 48 я его хочу вот как бы арсений арсений там спрятался где-то блин и зовет фили и мне он прямо вот мне редко что нравится мне надо что-то очень сильно девчонки я его хочу я его прям не прям его хочу короче а сколько он свисает с этой стороны девочки узнаете я вчера с этим стулом я лёша гормень у меня у меня потребность я даже двигаться начала это вот у меня возбуждение но потому что потому что мне очень понравился и цена в принципе 1287 блин доступная цена это не горит я его хочу и все у меня голова не будет болеть потому что я его хочу девочки сейчас тут скажет оксана не делай мозги блин и возьми да купи но это трат это такая забор я вчера купила стул то я не купила ну что я блин не заработала что в конце концов а это покрывала который у нас там лежит короче покрывала ладно фиксами покрываем девочки его куплю мне совестно потому что это такая незапланированная покупка так не бега не будет жарко мне прохладно хорошо девочки девочки не могу вот вы просто не представляете я лёша вчера говорю у меня потребность сейчас я вам говорила что-то купить такое чтобы нет глаз радовало чтобы душу грела вот прямо то что я хочу везде камеры вон там камера не вижу не вижу там они не знаю да нет не знаю арсений короче девчонки вот из этих всех ценников 1287 это самая низкая цена что вам показала 4400 41287 1377 и тоже повыше девочка все не обсуждается берем короче девочки дилемма я решила просто посмотреть они все одного размера или нет метра на два они размером просто сравнить и смотрю нижний он вот такой и остальные все вот они тоже вот такие и мне этот нравится но мне вот этот больше понравился сразу самого начала и у меня мандраж сейчас вот серьезно я же говорю девчонки меня нужно знать ну кто со мной дружит они знают что я ку-ку девочки надо лёшу короче срочно позвать час по мальчишки идут лёша идет он они идут я сейчас у них спрошу какой кому больше нравится мне вот понравился вот этот но мне и это запала-то я на этот правильно значит его и надо брать но мне хочется узнать мнение моих родных сейчас у лёш спрашиваешь подойди какой тебе больше коврик нравится достала лицо только попроще сделай без каких вот из этих двух арсений какой-то коврик нравится из этих двух у меня мысли такая же возникла сейчас когда он сказал нет сыночек нет 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 фидень нет мы выбираем из этих двух вот эти два посмотри скажи мне вот вот два лежат скажи мне какой лучше этот или смотрите девочки сынок а вот здесь вот арсений сказал машинки можно катать он у нас такой лёша тебе какой ну лёш но я не могу определиться допустим первый это на дачу на кухню крутой а чё ты такой что это сынок отстань пожалуйста купите велосипед когда новый тогда и будем пристелить сынок нет нет фидю нет девочки ну вы сами видели арсению понравился этот лёш тоже этот а мне тем более этот значит мы его и берем скручиваем ну давай давай крутяк девочки крутяк 1287 лёша все это это недорого я циновку на центральном рынке смотрела полторы тысячи 90 на полтора метра и это самое самое вот нет это метр на два у него размер это прямо не так скручивать надо было а сейчас его наверное все равно а там артикул есть вот он с этой страны значит с той стороны скручиваете девочки я писью кипятком а с этой стороны ты его скручивать не надо целый процесс девчонки понимаете ой я не могу девочки я счастлива почти там еще надо много чего доделать но это не на один год поэтому он легенький а где мой телефон господи дура ищу телефон он у меня в руках и очень часто такое бывает вот надо вот эту я искала а кисточки ты взял мои мои где мои кисточки это я наверно положил а ну да когда раскручивала коврики и вот этот кругленький прикольный знаете куда бы я постелила в кухню круглый стол обеденный и его но если бы он был побольше и чтобы ногам приятно сидеть а везде нигде это так ладно это мысли так вслух так хорошо что что это лишь вот это надо на место слышите пойдемте все крутяк как-то вы неправильно вот это на голубой смотрим мальчики понесли короче этот замочек для велосипеда прикольное кресло но слушайте прикольно я буду его иметь ввиду у нас сейчас есть эти икеевские они прям нормально года два можно снять что 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 а ты ему смотри как зарядил вчера дверью позавчера в лоб и у него шишка теперь фидюнь господи он же не специально все нанеси мои кисточки я тебе доверю только их ладно а то я никому не доверяю я их сама чуть не потеряла ты их не потеряешь сынок пойдем мы хорошие пойдем пойдем пойдемте пойдемте девочки вы знаете сейчас идем просто к светильникам я хотела вот увидела люстру мне нравится такого типа такого плана люстра в кухню вот серьезно хотя у меня кухня будет такая минималистичная но вот мне прям нравится вот эта люстра и сто лет уже назад нравилось можно с черными деталями можно вот беленькую и девочки вот над обеденной зоной бы я повесила такую да и вот такая консоль к прикольная она мне не нужна ну просто показываю кстати у моего этого можно поставить с моего семь сто девяносто у кровати ну это уж так так ладно триста пятьдесят один рубль стоит стоит замочек для велосипеда арсений мне цену показал я говорю я учту когда будет нужно приедем купим и светильники нашла вон там светильник зачем такая палочка стоит 400 рублей нет 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 сынок потому вот нам уголки нужны мы в другом магазине как-нибудь заедем купим нам уголки нужны на дачу ну вот такие вот на подоконнике на откосы не надо пошли сынок пойдемте а так ты не лезь ну ты сам опять это же стороной господи 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 с фацетом мне нравится тоже кухонька какая миленькая миленькая это стиль лофт до называются вот эти вот такие штуки из труб сделанные ну светильники сынок пойдем а вот такой торшер девочки у нас в кухне будет стоять ну я хочу да и это давно уже я хочу еще нам вот типа такой люстра нравится такая вот наверное дилемма будет либо что-то типа такое либо ту которую вам показала это про кухню ну посмотрим не потерял мои кисточки ну слава богу молодец молодец неси желтенькая зеленый желтый так где они арсений он там был я его видела ну так я его сейчас видео что нету что летит нас настольных то ничего девчонки нету интересного что да никто его не потерял вон он ходит вот мне нравятся такие вот вот такие я всегда мечтала таких на самом-то деле но надо ли у нас же аквариум наверное будет хотя не знаю где он будет стоять ну что ты потерялся да серьезно я-то тебя видела это папа тут нервничал чего я ведь видите девочки я же смотрю серьезно опять обиделся потому что смеяться над ним нельзя не некрасиво топорная работа приклеена какая-то штука ну как ему удобно так он несет лёш на плечо ему положи вот этот светильник мне нравится он не включается вот он получается будет освещать здесь и вот здесь мы думаем насчет но не такой вот модели в кухню над диваном вот такие вот думаем вот спальню нам не надо брони какие а вот туда надо ну лёша мне показывал какой он хочет три с половиной тысячи девочки так камин мини камин лёш а покажи что ты взял у тебя в банке а мне и мать для шкафа да а где про краска для пола ну мне хотя бы глянуть одним глазом пойдем быстро бегом избегаем арсений пойдем дай папе ковер и возьми у него что ему другое раз это что так это не машина это надувная что как будто бы машине настоящего на даче сидите пойдемте пойдемте какой обид давай мне на лоток давай я понесу ну что нет ну давай подмышку тогда дам тебе его сам хочешь нести а то сейчас скажут эксплуатирую ребенка на подмышку бери подожди отпусти него не обещаться тебе зарезая ты где-то взял уже на кости что ли да мы уже возле касс ну на кассе федь давай подожди краску посмотрим нет нет девочки девочки милые мои девочки пристрелите меня это ты чё берешь то я сказала нет потому что тебе такой не нужно есть все я пошла за краской федь поставь вообще уже краска фасадная ну ткни мне пальцем куда смотреть чтобы я не искала без очей то без своих вот у нас есть такое ведро одно для мусора будет лишь деревяшками обошьет его 635 рублей она это для пола можно вот у нас от вас можно пол а где этот цвет цвета и и а вон с другой стороны наверно нет сейчас я у консультанта спрошу а ты куда пошел то увезти на место кто-то бросил тележку эту ему надо ее на место а ты что здесь это тоже такая батарейка плоская а это такая батарейка плоская но это обычные батарейки просто батарейки может магнитик какой-нибудь батарейки для игрушек фатон зачем ну что по сути да конечно давай купим чтобы посмотреть что это такое а давай ты мне денег дашь чтобы я купила чего ты лезешь нету ничего и денег даже девочки мы стоим на кассе с лёшей и вы куда сейчас придем но я пошла за ними подсчитывая что алёша еще на кассе стоит он еще даже не расплатился пошли по своим делам что ну наверно покатай вчера я тебя в ленте катала да впущение что не помнят ничего короче не стали краску для пола ну что толку будет стоять любой момент можем заехать купить лишь ведь мечу за этими железяками ехать я внуда в принципе это вот эти кресла но из этой серии что у нас на втором этаже кстати продаются мир кресел куда я вас повезу по разным тележкам одной рукой одного другой рукой другого что ли ну да и так здесь девочки когда двери открываются это хорошо задувает рам так круто привет другом да да ну не буду ну чуть-чуть только вот вот прямо до выхода одного и до выхода другого и все вот сейчас тебя сейчас его он же и папа у нас сейчас уже придет девочки не могу развернуться круг какой надо сделать чтобы развернуться вообще тяжело все приехал боишься вывалиться что ли вот это полегче едет слушай арсений а твой дружище пока мы ездили куда-то а я думал ушел уже как в парке развлечений все выходим ну посидите а вот и папа пришел папа пришел молочка принес а чё пакет попросил бы у меня же в сумке есть коврик точно 1200 давай сначала в иске я не могу посмотреть видишь что ли у меня руки заняты давай собачка федина к подержи-ка пожалуйста понятно не а надо было здесь держать арсений подержи пожалуйста папа краску туда уберет они знаете чтобы помочь а если одного проще 2 бежит я хочу а иногда нет никто ни один ни другой не хочет в умное решение 1287 а я сказала по моему 1279 ну 87 ладно 1300 на 1921 получилось это все дело ладно 1300 ладно все мальчики поехали на дачу поехали 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 папа нервничай ты можешь за железяками время-то идет арсений это там лежала что ли ясно пойдемте я думал он ушел не бежать там машины ну ладно ладно смотрите девчонка как обезьянки все в парк хотим съездить я хочу но не получается не получается и мне так совестно с одной стороны с другой страну ладно съездим может выходные дел много девочки лёша вообще весь бегах сейчас скажите могла бы взять и съесть я хочу все вместе потому что они не передадут первые впечатления эмоции папе потом ну у нас такие дети что им надо обязательно рассказать в общем лучше вот эти вот первые впечатления чтобы мы были всей семьей обязательно съездим не совестно конечно но ладно поехали в общем девочки поехали мы на дачу тогда этот влог заканчиваю и там начнем новый отдельный влог получился ну спасибо что с нами погуляли всем пока а